Приветствую вас, вы молоды, вы успешны, у вас полная семья, и на первый взгляд, на первый взгляд, на первое, по первому впечатлению, можно сказать, что с этой женщиной, с тренером, вы отыгрываете, ну, какую-то роль, какую-то роль, которой вам не хватает в своей жизни. Может быть, вы считаете, что эта женщина видит вас настоящей, или видела вас настоящей, и, соответственно, вот, то, что она видела вас настоящей, то, что она приняла вас настоящей, вылилось вот в такой страх, страх того, что вы боитесь, что не останется никого, кто воспринимал бы вас настоящей, ну, такой, какая вы есть, по вашему мнению, вот, и с этим может быть связано то, что вы задарываете ее подарками, ну, как бы не задарываете, но делаете ей дорогие подарки. Вот, это такой аспект. Дальше, дальше, следующий, следующий момент, он касается того, что вы не ставите четкой цели для психологов, то есть вы говорите, что мне делать, и я задаю вам встречный вопрос, что делать, чтобы что? Какая цель? Вы пишете, нужно ли что-то делать, нужно ли что-то делать, для чего? Для вас ненормально, вот ненормально, да, ненормально, значит, что когда вы долго не общаетесь, у вас наступает депрессия, и вы ничего не хотите, кстати, депрессия, это клиническое заболевание, которое диагностируется врачом, и по диагностированию которого назначается лечение, поэтому то, что у вас депрессия, ну, я не стал бы говорить, да, скорее депрессивное состояние, которое выражается в том, что вы себя подавляете, то есть для себя, для себя вы ничего не делаете. Понимаете? Вас, вас, по сути, нет. Вы живете семьей, вы живете мужем, вы живете дочкой, вы живете работой, вы живете мамой и бабочкой, но вы не живете для себя. Потому что если с тренером вы долго не общаетесь, вы ничего не хотите, а это означает, что вы подавили себя, подавили свои детские желания. И именно, именно этим объясняется эйфория, которую вы чувствуете. Потому что она, тренер, раскрывает вас. Ну, возможно, вы с ней как-то вот чувствовали себя иначе. Вот. Без нее вы этого сделать не можете. Потому что мама и бабочка вас, соответственно, подавляли. И подавляет, возможно, до сих пор. Вероятно, ситуация складывалась бы лучше, если бы вы жили с мужем отдельно от бабочки и мамы. Интересно, что вы выделили то, что вы живете с мамой и бабочкой, ну, крупными буквами. Хотелось бы понять, что вы имеете в виду под этим. То есть, почему вы выделили. Видите, вы говорите, что я их всех очень люблю. На самом деле, это звучит жутко. Вот я не знаю, отдаете ли вы себе отчет в этом или нет. Но это звучит очень жутко. Что я их всех очень люблю. Потому что нельзя любить всех одинаково. Ну, у меня сложилось такое впечатление, что вы всех одинаково любите. Понимаете? Какая история. А это значит, что вы никого, по сути, не выделяете. Вот в этом, может быть, и кроется проблема. Ну, ваши проблемы. Понимаете? Вот, может быть, может быть, именно в этом. Хотя я, конечно, в этом не уверен, да, и могу ошибаться. Вот. Ну, потому что всех тонкостей, соответственно, не знаю. Но я предлагаю вам обратить внимание именно на это, именно на данный аспект. Вот. Именно на аспект того, о чем я сейчас говорю. Понятно, да? Так. Дальше. Соответственно. Так. Она для меня как вторая мама или даже больше. То есть, вероятно, у вас к ней чувства есть. Да? Чувства, ну, не совсем, скажем так. Родственные. Да? То есть, она вам нравится, может быть, как женщина. Вот. Вы это в себе, возможно, опять же, подавляете, потому что считаете, например, что это аномально, что так вообще быть не должно и что это ужасно и так далее. Вот. То есть, вы подавляете себя. Вот. Свою семью, в таком случае, вы создали именно в расчете на, как бы, правильность. То есть, ну, считая, надеясь на то, что это вот правильно, то, что вы делаете. Может быть, это и правильно, то, что вы делаете. Но радости, наслаждения вам это не приносит. Знаете? Вот. Ну, что, в общем, в принципе, нормально. Потому что никогда это не приносит радости, когда человек не является свободным. То есть, когда человек не следует своим желаниям. Вот. Поэтому, вы правы в том, что задаете вопрос, нужно ли с этим что-то делать. Действительно, нет ничего плохого в том, что вы дарите ей подарки. Действительно, в этом ничего плохого нет. Для вас, для вас, негативно только то, что вы испытываете вот именно депрессию, если с ней долго не общаетесь. Вот. Для вас это является негативным. И с этим нужно что-то делать. Я так думаю, что это вот правление ваших желаний. То есть, вы все делаете слишком правильно. То есть, стараетесь все сделать слишком правильно. Стараетесь сделать все для всех хорошо. Вот. Стараетесь быть, возможно, для всех хорошей. Вот. Что, опять же, невозможно. И только для вот этой женщины вы можете быть кем-то другим. Вот. Если это действительно так, если это действительно, ну, вот так, как я говорю, то это нужно корректировать. Вот. Значит, возможно, возможно, значит, вам придется, придется, ну, что-то менять. Да, и менять, в общем, достаточно, ну, сильно. Потому что, ну, потому что, если вы будете прислушиваться к своим желаниям, то выяснится, возможно, что так, как вы жили, вот, до этого так вы жить не хотите. Вот. Это риск. Это риск. Конечно же. Ну, для вас. Для вас это риск. Да. Потому что, в этом случае придется что-то менять. Если вы готовы к тому, что в результате индивидуальной работы перед вами станет задача, возможно, сменить, ну, вот, поменять вообще свое окружение. Да. Ну, может быть, людей, которыми вы живете в, ну, вот, сейчас. Если вас это не пугает, да, если вы готовы, то можно будет поработать, а если вы предполагаете оставить все, значит, как есть, да, то я не думаю, я не думаю, если вы хотите оставить как есть, что вам нужно что-то делать. Вот. Просто потому, что это, по сути дела, ничего не исправит. Вот. Ибо тут именно принципиальное отношение к себе, к тому, что вы чувствуете, нуждается в коррекции. Вот вы говорите, что, значит, у меня был тренер, она для меня, как вторая мама, даже больше. И при том, что она для вас больше, вы вышли замуж и родили дочь. У нас немного странные отношения, но суть не в этом. Как же суть не в этом, если странные отношения, их нужно разбирать. Я зарабатываю, пишите вы хорошие деньги. Обычно никому, кроме семьи, не помогаю. Не помогаю. Не помогаю. А что плохого в том, если вы поможете кому-то, кроме семьи? Иногда могу занять небольшую сумму на пятницу возврата. Здесь у меня такое чувство возникло, что вы не доверяете, как будто вы не доверяете людям. То есть, как будто вы боитесь оказаться, ну, я не знаю, может быть, должной кому-то, как будто вы боитесь вот этого чувства долга. То есть, как будто вам сложно доверяться людям. Если так, то это тоже нужно обязательно разбирать и рассматривать. Потому что доверять людям необходимо, без этого не строятся ни одни отношения. В том числе и семье, да, в том числе и, значит, с родителями тоже. Вот, понимаете? Поэтому, поэтому я думаю, что вот так. Да, то есть, проблема доверия, проблема принятия себя. А недоверие у вас возникает потому, что вы себя не принимаете такой, какая вы есть. Эта проблема нужно отдельно рассматривать. Тренеру я делаю дорогие подарки. Зачем? Она постоянно смещается и говорит, что я это делаю в ущерб своей семье. И что? И как вы к этому относитесь? То есть, так это или нет? Ко всем моим близким подругам у меня хорошие, но ровные отношения никогда никого не ставило на уровне со своей семьей. А с ней я испытываю эйфорию как под гипнозом. Но это нужно исследовать. Вы понимаете? То есть, нужно исследовать, что именно вы чувствуете, находясь якобы под гипнозом. Ну, как будто, может быть, человек действительно вас, сам того не желая, загипнотизировал. Вот такое, в принципе, может быть. Вот. Такое бывает. Если так, то это просто нужно выявить и последствия, скажем так, гипноза убрать и всё. То есть, я не хочу сказать, что она специально вас загипнотизировала, нет. Но это действительно, может быть, действительно могло быть что-то такое. Вот. Тем более, если вы говорите как будто под гипнозом. Вот. Потому что, ну, если бы это была влюблённость, да, то она бы уже давно бы прошла у вас. А так, это именно эйфория, именно такое чувство. Вот. Так что, действительно, это может быть гипноз. Вот. Гипноз неосознанный. Гипноз может быть даже желаемый вами. То есть, ну, вы можете хотеть этого гипноза просто потому, что вас не устраивает, опять же, что-то в вашей семье. Да? Ну вот. Вы постарайтесь понять, что на ровном месте ничего не происходит. Да? На ровном месте ничего не происходит. И если вот такая ситуация возникла, то у этого есть причины. И эти причины нужно рассмотреть. Знаете? Вот. Как можно лучше. Если вы хотите с этой ситуацией разобраться. То есть, я не говорю, чтобы сразу обязательно что-то делать. Да? То есть, может быть, именно делать ничего и не надо. Ну, то есть, там, подкорректировать просто. Ну, вот. Ваши чувства, да? Ваш эмоциональный интеллект немножко подкорректировать. Вот. И всё. Ага. Так, так. И продолжать делать подарки. То есть, если это действительно не в ущерб семье, то почему бы и нет? Вот. Вот. Дальше. Так. Этими подарками опять вы выделили непонятно зачем. А я хочу, не хочу самотвердиться или показать, какая я классная. Просто, если я знаю, что есть чего-то хочется, для меня это превращается в зацикленных. Связанных с вашими желаниями. Вполне возможно, что, опять же, именно через этого человека вы реализуете себя. Свои собственные желания, которые вы никогда не удовлетворяли. Вот. То есть, я, опять же, не знаю, как обстоят дела наверняка. Может быть, я сейчас тоже не прав. Может быть, я сейчас тоже ошибаюсь. Но навязчивая идея, да. То есть, идея о том, что я должна, я должна реализовать её вот желание, реализовать то, чего она хочет. То есть, это не может быть случайно. То есть, если вы вот это видите, значит, значит, вы так реализуетесь самостоятельно. Так вы реализуете свои потребности, так вы реализуете свои желания. Какие? Ну, нужно, нужно смотреть. Почему так? Почему в такой форме? Тоже нужно смотреть. Вот. Но мне кажется, мне кажется, что вот идея, 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 именно о потребностях ваших наиболее приближена к реальности. Потому что, ну, вот, всё указывает именно на, вот, эйфории, и, соответственно, подарки, вот, и зацикленность. Вот. Всё это указывает именно на то, что у вас есть личные основания для того, чтобы, чтобы делать что-то для неё. Вот. Понимаете? Так что здесь нужно анализировать именно ваши желания. Если вы, конечно, ну, хотите в этой ситуации разобраться. Потому что, ну, я не очень понял просто, что именно хотите вы в этой ситуации. Сей. Сей. Вот. Вот. Дальше. У меня никогда не было проблем с самообладанием. Да. Да. Там, Тамара. Вот. Это ещё один интересный факт в отношении вас, да, что самообладание терять, терять самообладание – это, ну, в общем, нормально. Понимаете, терять самообладание, это, в общем-то, как бы, ну, в порядке вещей. И очень странно, очень странно, что вы самообладание не теряли. Хотя, ну, хотя не то, чтобы должны, но его нужно терять. Вот. И, может быть, именно этим вас и привлекает этот человек, что с ним, да, вы можете потерять самообладание и знаете, например, что вам, грубо говоря, за это ничего не будет, например. Или знаете, что это воспримется хорошо, потому что, например, у нее, да, у тренера нет по отношению к вам ожиданий. А, ответьте на вопрос, на вопрос, по какой причине, по какой причине вы не теряете никогда самообладание? Ведь вы же женщина и вам хочется проявить эмоции, вам, ну, хочется быть слабой. Это нормально. А у меня сложилось такое ощущение, что вы очень сильно и слабости вообще никаких у вас быть не должно. Вот. Понимаете? Если это все действительно так, то вот вам еще одна причина, по которой вы с этой женщиной так себя чувствуете и дарите ей подарки. Вот. С этим я ничего не могу сделать. А что мне сделать? Ну, нужно ли что-то делать? Ну, я склоняюсь к мысли, что да, нужно. Я никогда никому так не относился, это как-то сложно. А что сложного? Что сложного? В том, что вам нравится женщина, это сложно. Это нормально. Ну, вот, в, грубо говоря, в современном мире, да, это, это абсолютно нормально. В этом, в этом нет ничего такого сколько-нибудь, сколько-нибудь аномального. Вам только нужно это принять, да, и, ну, если действительно там симпатия, да, то нужно это принять и взять ответственность на себя за то, что вот такая ситуация, значит, произошла. Да, ну, что ж, если это случилось, это как минимум, как минимум нужно брать во внимание, а не подавлять, как это сейчас, мне кажется, делаете вы. Вот. Дальше, так, но, когда долго не общаемся, мне сложно. В чем сложность? Вы пишите, наступает депрессия. Вот, опять же, опять же, на мой взгляд, важный момент, да, важный момент, на мой взгляд. Если вы говорите, что у вас наступает депрессия, и вы ничего не хотите в этот момент, что вы чувствуете? Вот, можете как-то рассказать, что вы чувствуете в, ну, в этот момент, когда это происходит? Когда с вами это происходит, что вы чувствуете? Вот вы говорите, что мне ничего не хочется, у меня депрессия, мне сложно. А что думаете в этот момент? Что думаете? Чего, чего хочется? И именно, именно хочется чего. Понимаете? Вот. Вот. То есть, было бы очень здорово, было бы очень здорово, если бы вы вот это все выделили. Понимаете? Вот. Вот. Было бы очень, было бы очень здорово, если бы вы это вот выделили. Потому что, без этого, опять же, понять, что именно с вами происходит, ну, достаточно сложно. Я бы сказал, что практически невозможно. Вот. Ну, потому что, ага, не ясно, что является предметом ваших переживаний. Конкретно вот, конкретно вот в данном контексте. Вот. Вот так. То есть, все это, в принципе, можно, можно, все это можно рассмотреть, все это можно проработать, все это можно раскрыть. Вот и уже тогда, эээ, будет, ну, как бы, вот, эээ, понятно, да, да, да. Тогда уже будет понятно, что делать. И как вам во всей этой истории эээ... себя вести, вести, вести. Вот, то есть сейчас вам непонятно, и сейчас, соответственно, вам страшно, может быть даже, вот, потому что, ну, в общем и целом, как бы, да, неопределенность такая есть, вот. Но, но вы можете всё это изменить, если у вас есть желание, если у вас есть желание, вот. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Вам 28 лет, 28 лет это тот возраст, когда человек начинает, ну, приходить к, например, тому, да, приходить, например, к тому, что то, что он делал в своей жизни, может быть, ну, как-то неправильно, или, может быть, как-то не так, как хотелось бы. Вот. Поэтому не бойтесь, не бойтесь брать какие-то новые идеи себе на вооружение, если они действительно есть, эти самые идеи, если это действительно, ну, если действительно что-то происходит. Да, придется что-то менять, да, придется, придется корректировать свою жизнь, но в противном случае вы рискуете, в общем и целом, прожить свою жизнь, скажем так, куда более несчастной, чем то, что, ну, чем могло бы быть, понимаете? И правда заключается в том, что кроме вас, кроме вас решение никто не примет в этом вопросе. Я не знаю, случайно вы написали или специально, вот, мне бы не хотелось вас как-то обвинять, да, но вы написали так, что не совсем понятно, что происходит, то есть до конца определенности нет, и я предполагаю, что и у вас до конца нет определенности, у вас, значит, самой. И давайте мы тогда пока остановимся, остановимся именно на достижении определенности, в первую очередь, как вы считаете? И уже потом будем действовать, думать о том, что делать дальше, например, как вести себя дальше и так далее. Вот, я предлагаю вам, так, вы уже задавали свой вопрос о том, что у вас, значит, про тренера, я видел в вашем профиле этот вопрос. Вот, и, знаете, я предлагаю вам также ознакомиться и с ним, да, ну, как бы, с этим вопросом тоже, потому что это важно. Вот, да, смотрите, вы пишете, опять же, у меня 28, у меня такая проблема, 12 лет отдали спортивную инфекцию, у нас тренер-девочка была, была очень добрая, проницательная, в общем, в моем видении настоящей девочкой. Вот вы, вот вы что в это вкладываете? Мне не хватало женского внимания, моя мама очень грубая и простая, как мужчина, никогда не проявляет слабости, не ухаживает за собой. Ну, вы, Тамара, в данном случае именно такая, вы тоже не проявляете слабости. Я уверен, что ваш мужчина, это, к сожалению, тоже слабый человек. Соответственно, соответственно, можно ли говорить о том, что вам не хватает женской модели поведения? Я думаю, что вполне женская модель поведения корректируется, развивается, если, конечно, вам этого, ну, хочется, если, конечно, ну, если вы этого желаете. То есть, посмотрите, пожалуйста, вот на этот аспект. Я сейчас понимаю, что мой тренер был для меня как вторая мама. На самом деле, я бы сказал, что не совсем, не только второй мамой был для вас тренер, но еще и, возможно, вы в нее влюбились, возможно, у вас были к ней чувства, вот. Что, опять же, ничего страшного из себя не представляют, просто это нужно принять и, возможно, значит, пережить это или как-то еще, вот. То есть, тут нас, на самом деле, я понимаю, что вам не хватало маминой любви и, может быть, может быть, ну, до сих пор не хватает и, вот, до сих пор вы, как бы, с ней живете, да, с мамой. И, возможно, до сих пор вас как раз таки гложет, вот, эта самая обида на нее и так далее, и так далее, да. Вот, то есть, все вот это, конечно, уснагубляет ситуацию, вот, и, возможно, не позволяет вам жить дальше, возможно, не позволяет вам двигаться дальше. Вот, дальше, так, эм, так, в 16 лет мы с ней поругались, вернее, я была слишком навязчивая, у нее уже была своя семья, у нас не разница в 8 лет. А, то есть, вы тут вот пишите, что ненамного вы младше друг друга, то есть, в теории, отношения между вами возможны. Она подумала, что я лесбиянка, всем нашим знакомым говорила об этом. Ну, на самом деле, это, эм, вполне, это вполне, вполне можно было предположить, я тогда на нее очень обиделась, но со временем простила. Знаете, вот опять же, обида, да, обиделись, почему? Ага, потому что вас, вероятно, это задело, а задело, чем? Чем задело? Что задело, конкретно? То она подумала о вас так? Ну, эээ, что в этом такого, что она подумала? Так, ведь вы, если вы были навязчивы, то, наверное, сложно было не подумать. То есть, вопрос в том, почему вас это задело, почему вы обидели? А, ведь понимала, что нельзя так навязывать за человеку. Ну, а желания, какие были у вас, ээ, какие у вас были желания? Ну, ведь вы навязывали с ней с определенной цели. Эээ, прошло более 5 лет, я вышел замуж, у меня прекрасный муж, у нас отличные отношения. Ну, хотелось бы, да, более подробнее этот момент раскрыть. Эээ, в соцсетях я снова увидел ее, меня как будто опьяняет этот же человек, не знаю, как лучше выразиться, и пошло, поехало снова. Мы начали общаться в интернете, как будто ничего не произошло. Эээ, через время встретились, сейчас с моим тренером мы друзья, если это можно так назвать. Но я чувствую свое отношение к ней какое-то нездоровое, она меня вдохновляет, и это большой плюс. Ага, значит, нездоровое, это что значит? Это оценическое осуждение, родительское, родительское осуждение, в частности. Ну, так, эээ, да, она меня вдохновляет, это большой плюс. Но она единственный человек, от которого мне не хочется уезжать домой. Ну, это, вот, собственно, то самое детское чувство влюбленности, невлюбленности, это уже нужно выяснять. Но, в любом случае, вы с ней связываете какие-то свои желания. Это совершенно очевидно. Вот, я надеюсь, надеюсь, что, ну, спорить вы с этим не будете, с тем, что вы реализуете через нее, вот, какие-то, эээ, свои желания. Вот, нужно нас только раскрыть, что конкретно это за желание. То есть, чего конкретно вы хотите, хотите. Эээ, что конкретно вам нужно. Вот вы говорите про вдохновение, да, вы говорите про то, что на вдохновляет. Как вдохновляет, на что вдохновляет. Ага, дальше, эээ, так, что со мной? Ну, влюбленность. Влюбленность, привязанность. Интересно, что с ней. Ну, то же самое, только в меньшей степени, и скорее ей нравится то, как она себя чувствует с вами. Если бы я думал, что моя подруга имеет на меня виды, не общалась бы никогда. Она знает о моих чувствах, я это вижу по ее глазам. А что значит имеет виды? Что в это вкладывается? Мы просто вам не говорим, но в последнее время она постоянно намекает на это, на это в счастливой форме. Стоит ли общаться? Общаться стоит. Общаться стоит, вообще стоит, как следует обсудить ваши отношения. Вот. Тамара, еще раз подумайте, как следует, что вы конкретно хотите от нее. Чего вы хотите? Если вам она воспринимается, если вами она воспринимается исключительно как мама, да? Ну, вторая мама, например. Что, хорошо, но это нужно проявлять человеку, человеку об этом нужно как минимум знать, ну, в частности, ей. Если она вам нравится как-то еще, да, то, соответственно, об этом тоже нужно поговорить. Поговорить, потому что по-другому ситуация не изменится. Рано или поздно это у вас кто-то велится. Либо вы заболеете, либо кто-то еще будет, понимаете? Я вас не пугаю, не пугаю сейчас, нет, не пугаю. Я не пугаю вас, просто хочу, чтобы вы понимали. Допустим, вы не хотите работать с психологом в этом направлении. Могу вас понять, хотя и не сказать, чтобы с вами я был солидарен в этом. Ну, поговорите тогда с ней, поговорите тогда с ней и расскажите ей о своих чувствах откровенно. А просто вам видите, откровенно ей все расскажите, что вы теряете. Ну, а можете сделать все то, о чем я вам уже говорил. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваши вопросы. Надеюсь, что это было полезно для вас. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Не забывайте, пожалуйста, что безвыходных ситуаций не бывает. Любую ситуацию, в принципе, можно решить. Было бы на это желание. Вот, поэтому я рекомендовал бы вам, значит, определиться за своей целью. То есть вы, Тамара, производите впечатление неуверенного в себе человека в том, что касается ваших чувств. Именно чувств. Именно про чувства, именно про чувства, в первую очередь, и нужно вам, значит, разговаривать с вами, вам и так далее. Учиться их слушать, учиться их распознавать. Повышать эмоциональный интеллект, потому что, если ваша мама была грубой, и как мужчина, то, соответственно, вы сами вряд ли являетесь мягкой и так далее. И вам не хватает любви. И вы не умеете просить этой любви. И вы можете путать, да, вы можете путать любовь к этой женщине и потребность к материнской заботе, к какой-то материнской ласке. Понимаете, потому что для себя вы этого практически не различаете. Вот. И выйти на этот уровень, да, на уровень развития. Может помочь психолог, конечно же. Вот. Понимаете. Вот так. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи.